Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мессер Мессер очередной выпуск ножевой лаборатории. И мы с вами будем тестировать вот такой вот нож, который называется Bestech Pinguin. Ну, в общем, El Pinguino, вот это вот, ну или как правильно по-русски сказать, в общем, короче говоря, нож-пингвин. Один из первых ножей компании Bestech, который проник в наши тесты, делали большой обзор на вот эту вот GTN серию. То есть принципиально, что у нас тут. Д2 на клинке, вот такая вот, собственно говоря, необычная достаточно форма клинка. Замок, лайнер-лок в данном случае, ну, такие достаточно значительные лайнеры. И здесь нужно отметить, что это нож с одним из самых толстых клинков серии. Я сейчас в кадре ничего не путаю, по-моему, 3,8 мм толщины. Вот и посмотрим, как сейчас все это отработает в нашем, ну, в общем, вот в этом вот во всем. Давайте начинать. Первый тест у нас – ношение на кармане и открывание. Ну, давайте скажем так. Вот так нож снимается. Клипс у него стальная, не может быть переставлено на другую сторону. Нюанс, который надо знать. Но, как видите, на карман с усилением даже надевается без всяких проблем. Без усиления проблем тем более никаких не будет. Здесь, насколько я понимаю, все-таки стальные шариковые подшипники. Хотя не факт, возможно, я сейчас ошибаюсь. Если знаете, напишите в комментариях, пока я эти ножи не разбирал. Открывается нож с помощью плавника флиппера, поэтому проблемы какой-то особенной нет. Ни правой рукой, ну и, наверное, и левой ее тоже быть не может. Потому что здесь, в принципе, замок лайнер-лок. Если вы привыкли с этим оперировать, проблем у вас никаких не будет. За эти операции самые высокие баллы. Теперь у нас имитация от экилажной работы. Рез шнура на весу. Так, отлично. Слушайте, прям это прям хорошо сейчас было. Высокие спуски. И это хорошо. Ну, в общем-то, я думаю, шнур мучить не обязательно. Потому что никаких сомнений в том, что хорошо работает. Давайте так кусочек картона отрежем. Обращу внимание, с этой стороны у меня получилось немножечко скотча. Слушайте, знаете, это здорово. Вот здорово в том плане, что вот в таком резе очень хорошо проявляется, когда у ножа достаточно большой клинок. Вот как, собственно, у этого ножа. В общем, режет он на весу совершенно замечательно. Очень такой контролируемый, спокойный рез. Без необходимости излишне внимательно резать какие-то материалы на весу. То есть, все прекрасно получается. Баллы самые высокие. Так, дальше у нас рез на плоскости. Упс. Ну-ка. Слушайте, ну, это тоже здорово происходит. То есть, нужен определенный контроль. Ну, посмотрите, рез практически вообще совсем чистый. Это говорит нам о том, что все вообще в этом плане прекрасно работает. Отдельно хочу порадоваться за то, что здесь клинок у ножа достаточно большой. Но так как их спуски высокие, то здесь есть куда поставить пальцы и, например, делать что-то вот такое. То есть, тут тоже. Ну, вот знаете, хотя вот как-то вот так вот у меня странно получается. Сейчас не могу понять, то ли у меня просто... Да, это просто излохматилась уже совсем береза в том месте, где я часто делаю такую работу. Поэтому надо вот просто куда-то сюда переставлять. Режет нож в этом отношении совершенно замечательно. Но на самом деле, конечно, основной тест, когда нож хорошо режет, это, наверное, все-таки строгание древесины. Потому что вот тут, ну, если что-то не так, то вылезет. Так, друзья, ну, вот знаете, и вот тут тот прискорбный случай, когда вылезает. То есть, нет, не могу сказать, что это прямо плохо, но... Сейчас. Короче, знаете, здесь ситуация такая. В общем, я, наверное, в таблице поставлю два примерно балла за вот эту работу из трех возможных. Дело просто в чем. Во-первых, нож не так, чтобы прямо замечательно лезет в деревяшку. То есть, ну, это прям совсем не восторг. И за это определенный минус. Во-вторых, знаете, я чувствую какой-то здесь такой эргономический просчет вот в этом всем. Вот эта безогнутая рукоятка очень сильно вот этот гребень при строгании упирается в руку. Как-то, знаете, схватиться, короче, нормально неудобно. Еще вот попробую вот так хватом через клинок. Ну, вот да, пожалуй, то есть, если работа это вот так вот именно мелкую строгательную делать, лучше всего ее делать вот именно вот так в перчатке и через клинок. Ну, и то. То есть, то, что плохо лезет клинок, это, в общем-то, не очень-то отменяет. То есть, ну, это не совсем прям плохо, как иногда бывает, но это, конечно, не идеальная работа такого плана. Так, ну, теперь давайте постучим. Опять удары в пенек у нас на вот... В таком вот хвате. Один. Два. Так, сейчас вот было неприятно. Три. Четыре. Пять. Так, ну, давайте так. Отрицательные моменты. Прилетело один раз прям очень болезненно к лицу в палец. Ну, вот прям очень было прям сильно неприятно. То есть, на самом деле, вот когда берешь нож вот так, требуется очень внимательно контролировать, куда вот этот край клипса у тебя упирается. То есть, в принципе, рукоять достаточно большая. То есть, есть где взять так, чтобы спокойно ударить. Но нюанс такой все-таки есть, не могу не отметить. Схватитесь в какой-то запаре, ну, можно прям действительно палец расколотить, если будете бить во что-то твердое и достаточно сильно. То же самое я бы сказал вот вообще, в общем и целом об эргономике рукояти. То есть, понимаете, ну, короче говоря, она изогнута. Это все-таки вот больше для реза рукоятка, для таких вот штуковин, чтобы куда-то влезать. То есть, вот строгать, бить, но это не совсем она. В плюсе скажу, что очень точно приходит нож, как ни странно, туда, куда бьешь, прям так, да, и никаких проблем с замком не испытываю. Поэтому, в общем-то, я бы сказал так. Здесь нет ничего такого, за что мы обычно снижаем баллы, но есть нюансы, о которых я уже сказал. Соскальцевание на алюминии, имитация, 5 ударов. Ну, буду сильно удивлен, если у ножа будут какие-то проблемы с этой-то сталью, да, с вот такими ощущениями в строгании. Ну и да, в общем, я так скажу, что я каких-то вопросов увидеть не могу. Давайте к проводу переходить. Так, это он делает весьма достойно. Теперь, упс, отрубает тоже, прям так очень уверенно. Ну, здесь геометрия, конечно, за клинок в этом смысле. Ну и да, каких-то... То есть, я увидел точку вот такую от меди, именно цвета меди, но последствий на режущей кромке нет вообще никаких отличных результатов. Так, ну теперь мы подошли к батонингу, что тут у меня тут запас деревяшек начинает истощаться для этой цели. Но мы... Тут, в общем, я по поведению перед этим замком могу так сказать, что есть полная гарантия, что гораздо более серьезные щепки, которые вы будете создавать, никаких проблем этому замку не причинят. Ну так, формально покажу, что вот у нас с вами состояние режущей кромки, а вот состояние замка после всей проведенной работы. Откроем, закроем. В общем, все вот это вот никаких проблем пока не вызывает. Ну и люфта вот на старте нет, потому что сейчас на самый такой варварский тест ожидает. Вот мы с вами возьмем вот такую вот замечательную штуку. Много ножей уже по ней прошло. Ну и начнем с ней работать выбиранием древесины колотушкой. Так, разверну вот так. Ну, знаете, друзья, неплохо он эту работу делает. И пока, по крайней мере, я ничего не чувствую такого, что говорил бы о том, что нож пытается разрушиться. Ну, учитывая, что это один из первых ножей, я думаю, можно остановиться. В принципе, нагрузки дано не меньше, чем мы обычно в других тестах даем. И посмотрите вот сюда. Вот так вот выглядит замок этого ножа сразу после теста. Я бы так, честно говоря, сказал. Я потом на запись еще отдельно оценю, но пока что мне кажется, что вообще ничего не переменилось. Люфта нет совсем. Никакого причем нет. То есть это прям отличный результат. Честно говоря, в забивание в пень уже нож даже пускать жалко. То есть потому что все-таки, ну, это вот тот опять-таки работающий случай. То есть сделан нож помощнее, несмотря на то, что он с замком лайнер-лок в качестве базового конструкции рукояти и замка. Но пока что все прям прекрасно идет. Давайте дальше тестировать. Так, теперь у нас гвоздетесты. Ну вот, обычно каких-то проблем с клинками из стали ДН-2, которые еще и вызвали какие-то вопросы в строгании, вот в этом вот пилении гвоздя не возникает. Потому что ДН-2, прямо скажем, не та сталь, которая склонна к сколам. На каких бы то ни было сведениях. Уж тем более на сведениях таких, прямо скажем, толстых. Относительно, как у этого ножа. Ну, так умозрительный из тестов получается, что оно у него именно такое. Давайте посмотрим, что у нас с кромкой. Но, знаете, не сказал бы, что вижу какие-то проблемы. Это хорошее прохождение теста, потому что здесь есть такое очень равномерное затупление. Да, оно достаточно быстро возникает, но кто ждал чудес от непорошковой стали. И, кроме того, от такого взаимодействия с гвоздем любой клинок затупляется. Ну, разве что, вот, может быть, М4 не так быстро. Из всех моих исследований пока такой есть разговор. В общем, этот тест пройден хорошо. Давайте теперь попробуем ударить. Тут у нас такой тонкий момент. Так, сейчас отмечу место. Так, шваркнули. Ну, вы знаете, я скажу, что это отличное прохождение. Вот этим местом примерно бил. Вот так вам покажу, что, ну, в общем-то, я место, которым ударил, вижу. Но никакого дополнительного существенного повреждения к общему затуплению кромки рассмотреть сейчас не могу. Это высшие баллы. Так, ну и теперь у нас все вот это вот, да? Забиваем нож в пень. Давай, друг, мне кажется, ты можешь. Так, ну, сидит уже достаточно хорошо. Раскачивать я его не могу. Давайте вот теперь самый такой интересный тест для замка лайнер-лог. То есть, ну, в общем, первое. Микро-микро люфт ощущаю, как бы, ну, опять-таки, это то, что, как я обычно говорю, не повлияет на работу. И, скорее всего, его даже при незажатом клинке я и создать не смогу. Больше ничего. Ну, вот только клинок все-таки ходит, надо подзабить нож посильнее. Вот как-то так. Да, теперь вот ничего. Ну, все-таки, в общем, очень плотно забит нож сейчас. Проблем каких-то нет. Замок работает. Ну, в общем, давайте выбивать. Так. Ну, это замок просто открывается. То есть, при этом, вот опять-таки, люфта не появляется. Ну, давайте теперь... Да, но все-таки... Ну, примерно понятно. Это, в общем... На некоторых ножах колстил с этим замком вот такое сделано. То есть, как бы, бьешь и понимаешь, что нож просто открывается. Сейчас посмотрим, какое у него состояние после всего вот этого действия. Но, так, берусь предположить, что замок, да, вот так и есть. Он из строя не выходит. Видите? То есть, он, в отличие, например, от многих ножей CR-KT, у которых были проблемы с этим замком, он не залезает до встречного лайнера, и после чего замок просто перестает работать. То есть, тут... И, понимаете, вот самое главное, здесь нет вообще никакого люфта. Вот даже щелчка вот этого нет от движения лайнера по пяти клинка. То есть, в общем, короче говоря, понятно, что это не идеальное исполнение этой работы, но штрафной балл здесь в данном случае будет минимальный, потому что вообще нет выхода ножа из строя. То есть, да, просто вы не сможете его выбить, замок будет закрываться. Это надо понимать. Но не более того. Давайте к выводам будем переходить. Знаете, друзья, вот уже третий, по-моему, китайский производитель у нас с вами в тестах, и должен сказать, что почему-то получается какая-то такая странная вещь. Вот когда в Китае или на Тайване американские производители делают ножи с замком лайнер-лок, то почти всегда есть какие-то вопросы к тому, как этот замок ведет себя в нашем тестировании. Крайне редко бывает обратная ситуация. Но когда это китайские производители, то скорее всего наоборот. Большинство ножей с замком лайнер-лок, если, по крайней мере, они сделаны так, что видно, что они, ну, предполагают какую-то худо-бедно нагрузочную работу, а этот нож Ябл вот как раз из таких, как правило, ведут себя, ну, более чем прилично, лучше даже, чем некоторые американские ножи, ну, скажем так, с некоторыми более сложными замками, чем обычный лайнер. В общем, короче говоря, с одной стороны, ничего особенного, каких-то сверхвысоких баллов тут, конечно, не будет, ввиду того, что, ну, все-таки срезущей работой есть какие-то минимальные вопросы, но вопросы эти все-таки минимальные. Ну и понятное дело, что лайнер-лок показал себя так, как и должен показывать. То есть это, наверное, его лучший вариант, когда, да, нож при ударах битой, при выбивании из пня слетает с замка, но, тем не менее, замок при этом не ломается, то есть у вас остается работоспособный нож. То есть, ну, эдакая своеобразная защита от дурака. В общем, по большому счету, наверное, правильно. От таких, как я, вот приблизительно все это дело и защищают. Так что работает, ну и главное, надо заметить, это все продается за достаточно умеренные деньги, поэтому, если вас интересует, с одной стороны, надежность, а с другой стороны, ну, у вас как-то пролечает вот подобный внешний вид, то можно сказать, что это ножи, на которые с определенной оглядкой можно смотреть. С вами на канале Мейстер, Мейстер был Залеваха, надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр, пока.